Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарлий и сегодня мы поговорим об экспорте Substance Painter материалов Vactane Render. За эту тему спасибо Артему Буянову. Именно он самый первый задал этот вопрос, но тогда я как-то не добрался до него. Сейчас же наконец-то могу на него ответить. Тема интересная и думаю, не только его волнует в данный момент. Вопрос на самом деле очень простой, но исходя из частоты запросов именно по этой теме в моих личных сообщениях, я сделал вывод, что не все разобрались и решением этой проблемы сейчас я займусь. Вы также в комментариях под любым видео можете задавать свои вопросы. Я в свободное время их проверяю и бывает сразу отвечаю с видео без монтажа или заношу вопрос в свой список, чтобы потом до него добраться с таким подробным уроком. Главное набраться терпения и не стесняться спрашивать. Я все вижу и просто не всегда есть возможность ответить сразу. Если вопрос мне действительно будет интересен, я всегда 100% буду записывать такого рода видео. Итак, меньше болтовни, больше дела. Приступаем к уроку. Когда Артем задавал этот вопрос, в Vactane не было универсального материала. Но сейчас он появился и именно с ним мы будем работать в данном уроке. Данный материал позволяет Вам без всяких проблем получить идентичный результат, как в Substance Painter. Демонстрацию экспорта буду проводить на примере стандартного sample файла, который идет в пакете Substance Painter. Для того, чтобы его открыть, идем в меню File, Open Sample и выбираем Preview Sphere. Естественно, я не ограничусь одним материалом и сделаю их несколько, чтобы было интересно и сам материал был сложнее. Да и Вы убедились в том, что все очень просто даже с самыми сложными материалами. Для покраски сферы я буду использовать стандартные материалы, которые идут в пакете и также добавим Emissive Slay. Я, наверное, выключу пост-обработку, так как в данном случае она мне мешает. Для этого просто выбираем данную иконку и затем в настройках камеры, выключаем Glare и виньетку. И сделаем немного меньше экспозиции, чтобы не было таких пересветов. Если Вы заметили, у меня два вида. 2D и 3D. Если вдруг у Вас не такое отображение, то просто идем в меню вверху или нажимаем F1. 2D вид удобно использовать для создания масок или рисования по полигонам, если у Вас их нет. Для этого используется специальный инструмент Polygon Fill. В первый слой я помещу данный алюминий. Чтобы уменьшить размер сетки в 2D виде с зажатым SHIFT, просто уменьшаем окно трансформации. А теперь нужно сделать маску, чтобы материал был не на всей поверхности. Для этого на слое с ним нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Add Black Mask. Затем еще раз и нажимаем на Add Paint. После чего кликаем на инструмент Polygon Fill и обычными движениями закрашиваем нужную область. Я объясню, почему я использую необычную кисть. Во время рисования ею, у меня почему-то странным образом задеваются другие части развертки. С Polygon Fill я могу аккуратно залить нужную мне область, не задевая соседние. Если Вы знаете, как исправить этот баг, ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. Полигон Fill пока доступен в выделении с помощью прямоугольника. Но я надеюсь, что в будущем Aligarithmic добавит больше инструментов. Как в том же 3D-Code для удобства покраски. Итак, задняя часть готова. Идем дальше. Для следующего слоя, я использую пластик грид красного цвета. Снова добавляем маску для этого слоя. Но в этот раз, мы можем скопировать ее из нижнего материала с анизотропным эффектом. Таким образом, получился такой объект. Осталось добавить какой-нибудь светящийся материал в некоторых областях. Для этого, сначала идем в Texte Settings, нажимаем на плюс и добавляем Emissive карту в наш Shader. Таким образом, в каждом слое будет доступна эта карта для настройки самосветящегося материала. Затем добавляем обычный слой. После чего, нажимаем правую кнопку мыши и для него выключаем все карты, кроме Emissive, Height и Normal. И для Emissive выбираем красный цвет. Значение Height ставим равным минус 1. Затем, зажатым Shift и Ctrl рисуем ровную линию в той области, где Вы хотите создать самосветящуюся область. То есть, сначала кликаем в одной точке, затем удерживая Shift тянем линию и зажимаем Ctrl, чтобы настроить идеально ровный угол. И затем, отпускаем кнопку мыши. Затем, создаем новый слой для голубого свечения. Его будем рисовать в данной области, но другим методом. Лично для меня, он является более удобным, но я Вам показываю разные варианты. Для этого слоя делаем маску. Выбираем инструмент Polygon Fill, добавляем маску Paint и по полигонам заливаем нужную область. Такой метод является более точным, но требует дополнительных ребер в той области, где Вы хотите сделать заливку. Почему я использую именно его? Потому что с зажатым Shift и Ctrl, иногда возникают баги на краях, которые нужно исправлять. А с этим методом их 100% не будет. В итоге получилась такая светящаяся линия. Теперь осталось добавить ей немного глубины. Для этого нажимаем правую кнопку мыши на слое с ней. Включаем Normal, затем Height. Значение для которого выставляем равным минус 1. В результате получаем такой объект, который нужно экспортировать в Octane Render. Что для этого нужно сделать? Во-первых, Вам нужно экспортировать HDRi, которая используется в Substance Painter, чтобы освещение в Octane Render было идентичным. Для этого нажимаем данную иконку и узнаем название HDRi. Затем идем в Environments и находим ее. Выделяем, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Export Resources. Указываем папку, в которую хотим экспортировать данную HDRi. В итоге в данной папке появится XR-файл с ней. Во-вторых, Вам необходимо экспортировать все текстуры. Для этого идем в меню File и выбираем Export Textures. В появившемся окне Вам нужно выбрать пресет Piber Metal Rav. Именно он позволяет экспортировать все необходимые текстуры для Octane Render. Это Base Color, Roughness, Metallic, Normal, Height и Emissive. Указываем путь папки, в которую хотим экспортировать эти текстуры и задаем нужное разрешение. После чего нажимаем на кнопку Export. В итоге Вы получите такие текстуры. Albedo, Emissive, Displacement, Metallic, Normal Map и Roughness. Осталось экспортировать сам объект и перейти в 3ds Max. Для того, чтобы это сделать, идем в меню File и выбираем Export Mesh. Для экспорта используем ABG Format. После экспорта открываем 3ds Max. Затем открываем меню Rendering и кликаем на Render Setup. Чтобы в настройках рендера сделать активным Octane Render. Далее нажимаем клавишу 8, чтобы открыть панель Environment & Effects. И загружаем карту Texture Environment в Environment Map Slot. Затем нажимаем M, чтобы открыть Slate Material Editor. И перетягиваем данную карту в Instant режиме в его окно. После чего в слот Texture, загружаем карту RGB Image. У данной карты есть нода 2D Transform, с помощью которой Вы можете управлять поворотом, смещением и так далее для загруженной HDRi. Чтобы ее загрузить, кликаем на слот File Name и выбираем HDRi, которую экспортировали из Substance Painter. Проверим ее на рендере. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Open Octane Viewport. И видим, что все работает как нужно. Единственное, что нужно поправить гамму и контраст, но это мы сделаем чуть-чуть позже, когда загрузим модель. Именно после ее импорта, Вы поймете, зачем это нужно делать. Импортируем модель в сцену, создаем Octane Universal Material и перетягиваем все экспортированные текстуры в окно Slate Material Editor. Кстати, хотел у Вас спросить, это только у меня такая проблема. Когда я пробую перетянуть сразу все текстуры, почему-то загружается только одна. То есть, если у меня 6 текстур, то мне каждую нужно перетягивать по отдельности. Напишите об этом в комментарии. Может кто-нибудь из Вас знает решение. Итак, у нас 6 текстур из Substance Painter и теперь задача правильно загрузить их в Universal Material. В первую очередь, Вам нужно зайти в Maps и создать 6 карт RGB Image. Именно с помощью этой ноды, мы будем подключать все текстуры в определенные слоты материала. Любое изображение загружается в Bitmap слот этой текстуры. Итак, для удобной навигации, разворачиваем окно Slate Material Editor на весь экран и копируем 5 раз ноду RGB Image. Для этого выделяем ее и удерживая Shift, перетягиваем ниже. После того, как Вы это сделаете, Вам нужно еще для слотов Displacement и Emission создать специальные ноды. Какие это текстуры? Все очень просто. Выделяем Universal Material и когда Вы нажмете на Displacement Slot, то Octane даст подсказку. Это карта Displacement для Displacement, а для Emission Texture Emission. Затем подключаем RGB Image в нужные слоты и каждую текстуру в Bitmap слоты. Продолжение следует... В итоге у Вас получится такое полотно нод. И я сразу хотел рассказать об одном нюансе с Normal Map. Те, кто работает в V-Ray, конечно привыкли грузить эту карту с помощью режима Override, чтобы не было проблем с гаммой. Но в Octane Render этого не нужно делать, так как в RGB Image есть свои настройки гаммы и там все работает по умолчанию. Единственное, иногда нужно включать Invert, если каким-то образом у Вас неправильные нормали на рендере. Как видите, здесь Gamma 2.2 и Power равен 1. Если увеличить это значение, то карта нормали будет более выражена. Но я обычно оставляю все по умолчанию, так как дополнительно использую карту Displacement. Если Вы хотите немного навести порядок в нодах, то выделяем их все и нажимаем на данную иконку. При желании, еще можно свернуть каждую из нод, нажав на иконку минуса возле нее. Таким образом Вы оптимизируете пространство. Итак, с этим разобрались. Теперь назначаем данный материал на наш объект и смотрим, что получается на рендере. Нажав правую кнопку мыши и выбрав Open Octane Viewport. И Вы сразу заметите сильный пересвет и пережженные цвета. Именно об этом я говорил, когда мы загружали HDRI в начале урока. Если помните, я сказал, что Вы скоро поймете, зачем менять контраст и делать ее настройки. Итак, открываем слейд Material Editor и в настройках RGB Image для HDRI Вам нужно поменять Power и Gamma. Значение Gamma я обычно ставлю равным 0.7 или 1 и затем настраиваю значение Power. Таким образом Вы получите правильное освещение. Также, если Вы хотите проверить яркость Emission, то просто уменьшаем значение Power или загружаем ночную HDRI. Настройки Emission очень простые. Есть значение Power, которое отвечает за яркость свечения и я предпочитаю его настраивать вместе с опцией Surface Brightness. Как видите, в настройках материала нет ничего сложного, как и в экспорте Substance Painter. Теперь давайте я расскажу несколько моментов, связанных с настройками рендера. Это не будет полный обзор всех настроек. Я просто покажу то, что я часто использую в своих работах. А о всех настройках будет отдельный большой урок, как в Maya, так и в 3ds Max. Но перед тем, как переходить к настройкам, я заметил, что геометрия модели выглядит странным образом. А все из-за того, что мы забыли настроить Displacement. По умолчанию его значение слишком большое для данной модели. Естественно, нужно исправить это недоразумение. Для этого, заходим в настройки ноды Displacement. В Level of Detail выставляем то разрешение, которое использовали при экспорте из Substance Painter. У меня это 8К и такое разрешение будет отлично работать на Close-Up. Если же Вы рендерите данный объект не очень близко, то можно поставить поменьше, чтобы уменьшить количество потребляемой памяти. Затем фильтр Radius я ставлю равным 1, чтобы не сильно размывались детали. И Mid-Level равный на 0.5. Обычно этого достаточно. Но если этого Вам недостаточно, то просто увеличивайте значение параметра Height. Все, теперь модель выглядит так же, как и в Substance Painter. Теперь можно переходить к настройкам рендера. Если у Вас слабая видеокарта или Вы хотите просто ускорить обновление Octane Viewport. Я рекомендую нажимать на данную иконку и делать окно рендера поменьше. Таким образом, Viewport будет быстрее реагировать на все Ваши изменения. Если у Вас хорошая видеокарта, то можно сделать окно побольше или даже перенести на отдельный монитор. Тут уже решайте сами. На 2080Ti Octane отлично работает, даже несмотря на то, что еще не полностью сделали поддержку RTX ядер. Но я все равно делаю базовые настройки, ускоряющие рендер. О них и других настройках, как раз сейчас поговорим. Первое, что я делаю в настройках, это перехожу в вкладку Kernel и режим рендера меняю на Pastracing или даже PMC для лучшего качества картинки. Если у Вас много стекла и так далее. Но сейчас у нас обычная модель и разница будет не совсем заметна. Так что пока поставлю Direct Light и 2000 samples обычно хватает в любых сценах, если использую denoiser. В данной сцене, я думаю даже 100-200 будет достаточно, но пока оставим 2000. Затем в Filter Size я сразу же ставлю равным единице, чтобы не было размытого рендера. И как видите, Direct Light и 2000 samples достаточно быстро рендериться на 2080Ti. Если поставить Pastracing, то все так же будет быстро. Модель же простая. Затем спускаемся ниже и в Pastracing вкладке уменьшаем GI Climb до 10. Как рейт Trachio до финального рендера можно поставить 0.6. Это достаточно хорошо ускоряет рендер, если у Вас слабая видеокарта. Но когда я настраиваю материал и освещение, ставлю его равным нулю, так как Update Viewport тогда более приятный визуально. Parallel Samples и Max Style Samples ставлю на максимум. И это тоже ускоряет рендер, но уже на хороших видеокартах, так как требует большое количество видеопамяти. Не меньше 8. На слабых могут быть вылеты. Поэтому с этим моментом, пожалуйста, будьте внимательны. Далее включаю Adaptive Sampling. Noise threshold оставляю по умолчанию. Затем ниже включаю AI Light и AI Light Update. После чего перехожу в настройки камеры и увеличиваю значение Aperture, чтобы добавить глубину резкости. Обычно значение 0.05 или 0.1 достаточно для эффекта, который я хочу получить. При желании, Вы можете использовать F-Stop, как в реальных камерах. Если для Вас это более удобно. Но я все же предпочитаю использовать параметр Aperture. Затем для легкой постобработки я включаю Non-Linear Tone Mapping в вкладке Image. И в Response выбираю пресет для Color Grading кадра. В окнае немного стандартных пресетов, но если Вам их мало, то можно загрузить Custom Loot. И конечно же здесь включаем Denoiser. Затем выбираем Response. В данном случае я остановлюсь на таком. И в самом низу включаю Post Processing. Таким образом, мы получили такой Preview Render. Теперь поставим HD разрешение. Настроим камеру. Сделаем Auto Focus. И конечно же для такой сцены будет достаточно 200 Samples и Direct Light. Как можете заметить, результат с Denoiser выглядит прекрасно. И рендер закончился за 16 секунд. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр! С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!